Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои дорогие. Сегодня у меня котлеты, и вы это видите, но котлеты непростые. Знаете, в наше время, сейчас не хочу даже вспоминать тех людей, но мы обыкновенные люди, мы не мажоры. И хочется, знаете, как обычно кусочек мяска находится маленький, и хочется накормить всю семью, и чтобы это было вкусно, ну, вкусно, экономно, и самое главное, чтобы не красиво. Вот поэтому я сегодня решила приготовить, у меня были цукини, у меня было чуть-чуть фарша из говядины, который я разморозила, и я решила приготовить котлеты. Что из этого получилось, как получилось, а может не получилось, смотрите, пожалуйста, видео, если вам это интересно. Ну, а я, конечно, сейчас пробую, и в конце, если вас хватит терпения досмотреть это видео, вы узнаете, что же у нас получилось. Кабачковая тема, это бесконечная тема. Вот я разморозила немножко мяса у меня, говядина, чистая говядина. Ну, если разобраться и сделать, то раз, два, три, ну, пять котлет здесь, ну, шесть от силы получится котлеток, это так объемно, здесь очень мало говядины. И я решила сделать котлеты, потому что хочется котлет, но использовать кабачки. Вы помните, что мы делали икру, и у нас осталось три вот таких прекрасных цукини. Сейчас я это все сделаю, вернее, мы вместе с вами сделаем, и приготовим котлеты, и посмотрим, сколько у нас получится, благодаря вот этому фаршу на шесть котлет, и трем кабачкам, сколько у нас получится котлет. Начинаем. Пока фарш в холодильник. Я сейчас беру большую миску, беру терку, знаете, что я люблю большую миску, чтобы хорошо она нигде не разлеталась, и не очищая, просто обрезая гузырчики, натираю вот на вот эту вот, у меня она получается не средней, ну, между средней и крупной, потому что вот эта мелковатая. Вот натираю, сейчас вам покажу. Ну, вы можете натирать, какую хотите, просто влага, чтобы влагу удалить. Вот, смотрите, вот такие кусочки. Они не сильно большие и не сильно маленькие. В котлетке они с фаршем будут хорошо себя чувствовать. Видите, какой сочный цукини. Все, натираю на среднюю терку. Кабачки натерла. Это все освобождаем. И теперь чуть-чуть присолю, потому что кабачок должен выпустить свой сок как можно больше. Вот так присолила. Вот это котлет будет. Так, все. И оставлю минут на 10. Продолжаем. Так, вот я взяла емкость, куда буду выкладывать кабачки. И теперь вот, вот так с одной стороны, я даже лук добавлять не буду. А знаете почему? Потому что у меня его нету, а на улице дождь, я не пойду на огород в дождь. Вот вы выжимаете сок, чтобы получились вот такие вот шарики, и они держатся. Видите, смотрите, я вот их бросаю, они не разваливаются. Вот до такой консистенции вы должны отдавить кабачок. И опять сок кабачковый. Нужно использовать, это одна-то мне советовала. Я, наверное, так и сделаю. Не буду говорить, не буду озвучивать, но совет был дурацкий. Ну, она издевалась над мной, конечно. Видите, смотрите, вот держится все сюда. И этот кабачок точно так же отцеживает. Красивый цвет, да? Как мятное варенье, которое с краской, как показывают. Так, я не мою эту миску зачем. Уже были кабачки, просто жидкость вылила. Они не сухие, они имеют сок, но и не такие мокрые, чтобы туда не слепили. Так, беру фаршик. Возьму два яйца. Вот у меня есть. И знаете, что возьму? Вы можете... Этот ингредиент вы можете не добавлять. Я просто добавляю, потому что у меня немножко его осталось. Так. Ну, смотрите, фарш. Вот это все. Граммов, наверное, 300. Там, может и меньше. 300 граммов фарша. Теперь у меня осталось вот чуть-чуть творожка вот этого, что мы вам с вами делали, плавленый. Я его сюда добавлю. То есть, где-то 100 граммов творога. 150. Два яйца. И рука у меня это просто испачкана, я так вот поэтому выбиваю яйца. И начинаю вот это все перемешивать. Я должна сделать однородную массу. Пока я не солила, не перчила, ничего. Вот просто творог нам даст пышность. Хотя это уже не творог, но... Я всегда в рыбные котлеты добавляю творог. Всегда. Так. Все вымешиваю до однородности. Так. Теперь добавляем специи. Черный молотый перец, потом всякие травы, что хотите. У меня вот есть немножко здесь осталось. Я вам уже читала, это приправа. Вот это тут уже нема ничего. Все это я высыплю. Для картошки она была. Но тут соль. Вот почему я не люблю приправы вот эти, потому что здесь соль. Ну просто валяется кусок, вернее, чуть-чуть в торбочке. Не туда, не сюда. Так, и берем соль. Соль не спешите сразу добавлять, потому что нужно пробовать, чтобы не засолить. Мы солили кабачки. Если вы используете приправа магазинная, которая в кулечке, она уже соленая. Чуть-чуть там соль добавлена. Ну я говорю, что продают соль по цене приправ. Поэтому на соль пробуйте. Фарш очень хороший, он так, знаете, лагедный. Это не обязательно говядина, это у меня говядина. Но говядина она суховатая, ее нужно делать ассорти. Говядина, свинина или говядина с курицей. Потому что так он очень суховатый фарш. Или же добавлять много батона. Поэтому я добавила кабачок и котлетки должны получиться хорошие. Так, пробуем на соль. Отлично, она соль. И теперь, те специи, это все хорошо. Но черный молотый перец я добавляю обязательно. Вот так. И добавлю... Ладно, я не буду добавлять. Хотела добавить крахмала, потом смотрю, что консистенция нормальная. Если у вас получается сильно жидкое, можете добавить крахмала. Но я вижу, что эта котлетка хорошо у нас держит форму. Поэтому, единственное, что сейчас я возьму, чуть-чуточку кинзычки нарву и укропчика зеленого. Сюда нарежу и перемешаю. Недавно это было, видите, надпись. Мама мне дарила, помню, гостей было дома. Целая куча, уже здесь я жила. После первого замужества. Так, все, ностальгия. Беру опять-таки, помните, я вам говорила, что у меня остатки панировки. Это вот и с паприкой, и с овсянкой чуть-чуть. Тут у меня надо расходовать просто. Так, и сухари здесь есть. И можем добавить еще обычных сухарей. Вот сейчас важная информация. Я котлеты буду формировать и обжаривать на растительном масле. Потом чуть-чуть просто калерну в духовке. Если вы хотите здоровую пищу, то есть питаться правильно, вы задаете мне очень много вопросов, что давайте будем готовить здоровую пищу. То, а может давайте приготовим здоровую пищу. Да не будем обжаривать, а прямо на противне. Ладно, это другой раз. Значит, если вы хотите приготовить здоровую пищу, то вы формируете котлетки, складываете их в противень и просто-напросто запекаете. Я сегодня еще сделаю, как говорится, не очень здоровую. Ну, это, конечно, шутка, но просто жареное, вы знаете, что это нехорошо. Но мы все почему-то любим очень жареное. Так, много не надо, лучше потом досыпать сухариком. Теперь все как всегда. Вода, фарш, сухари. Вода эта вот в тарелочке чуть-чуть для того, чтобы вот так вот увлажнить руки. Не сильно, просто чтобы они вас блестели. И делаем. Я поставила уже на плиту сковородку. И формируем вот такие вот котлетки, чтобы на порцию ушло. Две штучки. Не, ну если кто-то захочет больше, пожалуйста. Ох, и котлетики будут вкусные. И кабачку применение. И полезная, все полезности из кабачка пойдут в эту котлетку. И говядина, не свинина, тоже полезно. То есть, если в духовке сделать эти котлетки, это будет здоровая пища. Я почему-то забываю об этом. Можно было бы этот рецепт ввести в русло именно здоровой пищи. Ну, вы же понимаете, как Алла любит обжаренное. И как уже пошли мысли в эту струю. Значит, так и будем делать. Все. Масло нагревается. Формируем ротку масла. Ну, ну, две, не, три ложки. Три столовые ложки. То есть, не надо, чтобы котлеты плавали прямо в этом масле. Сразу застилайте печку, чтобы потом ее не мыть. Это уже вы все знаете. Потому что проще тряпочку простернуть, эту салфетку верну. Так, я сейчас панирую котлетки. Вот они как выглядят. И отправляю на сковородку. Чуть-чуть можно прикрутить. Потому что пока я формирую, чтобы первая уже не приготовилась. А все одновременно готовились. Потому что вот лучше всего ставить сковородку на медленный огонь. Она разогревается, а у вас котлетки запанированные. И вы их отправляете на плиту. Все. Сколько влезет, не знаю, вернее, на сковородку. Шкварчат. Если вы будете делать в духовке, то вот так вот панируете, складываете в противень. Никакого масла не на... Можете чуть-чуть, но на пергаменте лучше всего, без масла. И отправляете в духовку. Все. У меня получилось 6 котлет. Которая первая партия вот с фарша. Это стартовое количество. Обжариваю с двух сторон. И выкладываю на какой-то противень или какую-то форму, чтобы просто колернуть в духовке. Но вы можете и не колеровать. Я просто хочу добавить немножечко сливочного масла и колернуть. Давайте посмотрим, что у нас тут. Попытаемся перевернуть. Ой, легко, дорогие мои. Очень легко переворачивается. Смотрите, какая красота получается. Ну, эти, конечно... Я кручу сковородку, потому что у меня почему-то как-то не одинаково обжаривает. Ну, понятно, что мы эти же тоже выкладывали. Сильно не зажаривайте. Просто вот корочка появилась и достаточно. А вы знаете, что я не добавила? Зелень! Кинзу-то я не добавила. Поговорила, не добавила. Ну, ничего. Вот, я сейчас вниз на блюдо выложу немножко кинзы и потом сверху котлетки. Я приготовила это стеклянное блюдо и кинза, и чуть-чуть розмарина. У меня же розмарин растет. И сразу такой аромат пошел. Ну, это же просто красота. Уже красиво, правда? Так, и не сильно зажаривая котлетки, выкладываю в них. Вот, видите, я вам хочу показать, что переворачиваются они в эту сторону отлично. Все, нужно сейчас уже снимать, чтобы они не подгорели. Посмотрите, видите, масла нету, но есть такая вот, как немножко горелая. Поэтому я оторвала с рулона салфетку и вытру вот это все. И налью свеженького маслочка. Не надо мыть, видите, все. Салфеточкой бумажной вытерли чуть-чуть масла. Где-то 2-3 ложки, больше не нужно. Все, сейчас масло прогреется. И выкладываем следующую партию. Уже подготовленных. Я уже заранее, у меня было время. Я уже подготовила, запанировала котлеты. Все, точно так же. Так, смотрите, обжарила с двух сторон. Точно так же выкладываю на блюдо. Смотрите, какие красавчики, да? Вот, смотрите, сколько у нас получилось котлет. Сливочное масло. Можно маленькие кусочки сверху положить и все. Но я, вот у меня есть оливковое масло с базиликом, с запахом. Я просто вот так вот немножко взбрызну. Все. И отправляю в духовку. Духовку я уже разогрела пока. Последнюю партию котлет обжаривала. 180 градусов минут на 10-15. Они-то внутри уже и готовы, но просто хочется, чтобы они немножечко, как говорится, знаете, в духовке, точно так и в печи. Все по-другому, другой совершенно вкус. Все, мои хорошие. И тем более, что у нас же на дне, вы знаете, что? Зелень. И запах, аромат этой зелени должны впитать котлет. Давайте, тут все в духовке. А, мокрое. Давайте доставать. Запах стоит на кухне, дорогие мои. Это же просто можно слюной захлебнуться. Ой, как они шкварчат. Какие они красивые. Как у них тут от жидкости. Сейчас, сейчас, секундочку. Смотри. Ай, какая красота. Какая красота. Посмотри, как они шкварчат. Представьте себе, настолько мы, вот, экономный рецепт. Кабачки-то стоят, господи, копейки сейчас. А мясо очень дорогое. А мы приготовили, вот, на целый день хватит этих котлет. Мои хорошие, я доделываю презентацию. Хорошо, что на огороде все у меня есть. То есть, проблем в этом нет. Сверху, вы видите, листочек, это хрен молодой, который я не могу никак удалить. А вот для презентации он подходит хорошо. Это сейчас бальзамическим ставлю. Маленькие точечки. Хоть это и котлетка, но все равно, тогда подача более такая красивая. Особенно для детей, вы можете заинтересовать деток, нечего делать. Здесь лохины, несколько ягод и все. Я просто, вот видите, в пробочку налила с этого, чтобы не наливать вот эти вот такие, как крыгатки. Извините за выражение, но поэтому я... Она елки-папу, что закончилась уже прямо-таки. Все. Вот, смотрите, вы даете ребенку котлеты. Идем кушать котлеты. Не хочу, мама. Но идем, посмотришь. Пожалуйста, ребенок приходит. Можете ребенку не давать хрена. Вот, пожалуйста. Просто приятного аппетита. Садитесь и кушайте. Хватит уже, хватит, хватит. Уже просто терпеть урывается, чтобы попробовать наши котлеты. Котлет очень много. Вот этот вот хренчик, он полежал, видите, он стал вялым. Но он дал свой запах, отдал запах котлетки. Так что хотите, используйте, хотите, нет. Просто это все у меня есть, поэтому я использую. Так, я сейчас разрежу эту котлетку, чтобы вы посмотрели, какая она на разрезе. Смотрите, это вылез кабачок. Видно? Ну и попробуем. Запах, конечно, вообще просто обалденный. Ну, там же кинза внизу. Горячо. Чем не нравится этот рецепт? Вы можете эти котлеты подавать как горячими, так и холодными. Когда они станут холодными, не будет вот этого говяжьего жира, потому что кабачок все взял на себя, все на себя вытянул. Мне очень нравится этот рецепт. Если вы захотите, пожалуйста, приготовьте и возьмите до внимания мои советы. Если вы хотите питаться, то есть здоровое питание, здоровый образ жизни, не надо обжаривать. Просто-напросто запеките эти котлетки в духовке, и они будут очень-очень вкусными. Все, мои хорошие, не буду жевать на камеру, потому что это действительно некрасиво. Если вас убедила, если вам понравился рецепт, пожалуйста, приготовьте и получайте удовольствие от еды. И самое главное, пусть вам жизнь и ведет, и пусть вам Бог дает здоровье. До свидания, до новых встреч. Я вас люблю. Продолжение следует...